здравствуйте в продолжении прошлого разговора дмитрий это гибрид как правило имеется ввиду сердцевый гибрид вот он должен быть иметь и достоинства средние например чуть более мороз треки чем вишни может быть несколько менее мороз треки чем чересня зато вкуснее вишни а и попоз уступать через 10 за 2 опять посадить косточкой то она как пойдет куда-то отклоняться ну если по этому допустим по закону ментиля то скорее всего склониться в сторону вишни и поэтому хотите иметь дюх только прививать вот тут вы дмитрий право остается сказать что на волне струбишь я не советую приводить вот он и обгонит если даже приживется и срок будет короткий а вот сибирская штабова вот эти мои то есть славится что мои чересни на сибирской штабовой они почти не обгоняют и получается или войлочку для сибирску самую данную сибирску стал и тогда вы сохраните качество белка но может быть лекция склонение с настоящей сибирской штабовой если моя семирская штабова то скорее всего вождю может поднимется ходить часть потому что подвой как раз дикой танила всем привет тебе паутины крыш позвал прошившую черепу ёлки 7 лет через упаси пожрал листья осталось что дело ну во первых это не тот случай когда надо ничего не делать так почему потому что это когда деревья допустим есть такие случаи когда я говорю не трожьте ну например там разобоины то что называют чуть ли не раком то есть эти самые солнечные ожоги тут я говорю ничего не делал а паутинный клещ это вредитель вот он собрал почти все листья теперь надо сделать теперь листьев нет фотосинтеза нет дерево все плохо чувствует вот лучше бы не ждать конечно сейчас ровно середина лета и все таки наверное лучше прислали мне фотографии вот я вижу как бы голую челюсти а вдруг я не так вижу может быть это половину веток отрезать не целиком а отрезать пополам и на каждый может быть почему появится стимул и тем не менее это опасно потому что они стимул для пробуждения новых почек и новых листьев вы знаете почка лист это одно целое почка лист это целое вот лист вот она почка не всегда вместе так вот сейчас уже июль весной бы я бы сказал смело отрезайте хуже уже точно не будет и возможно будет стимул выбросит новые побеги и до осени они вызрят а тут по-моему лета прошло ветки вроде не жалко все равно же они сухие не сухие а голые так хуже не будет ну попробуйте так например половину убираете смотрите дальше будет а может надо три четверти отрезать вот такой неопределенный ответ даю а как вы допустили что вот этот самый случай когда тут шо опрыскивать это не борьба с глупая борьба с муравьями глупая борьба с грибами а паутинный кресль почему не помогли эти муравьи у меня так все чистите деревья муравьи то у меня я там культивирую муравьи вот почему а вы наверное этого не делаете может быть паутинный кресль никто от него не спас ладно все бог сказал привет северного среднего урала сегодня было 37 и мы в этом году безоприкосов я знаю уже не только от вас в мае во время светения было минус 12 а еще долгий дымный период лесных пожаров мы июнь плодоносит вишня после вишня яблокетов ну и на том спасибо они позже просыпаются поэтому не попали в этот цветы под заморозок вот в ауле на котором выдержало 8,9 минус 8,9 мои сельцы выросли моих абрикосов вот сельцы выросли у него они выдержали плодоносили 8,9 а вот сейчас пусть тоже рядом с вами мярский институт это говорят 220 км от Челябинска интересно у него пропустил рара или нет а что касается моих абрикосов что я скажу раз не отпали цветочки почки значит и не проснули значит была команда не просыпаться добрый вечер всем что можно привить на серовую хучу это под ноль беду знаете лучше без извращения это настолько дальний рост я привез у меня не было тогда куда привить я так жалею я привез роскошные эти с Армении с Ереванной я привез в сервисе вкуснейших груш завязались плохо но одно дерево дало аж 4 плода черноплодка груш она оказалась несъедобной а потом еще и погибла на этом и скончилась карьера моих груш значит ценнейших черенков на черноплодные рябины по черепах вот это что интересно проще все принимать я бы вообще не связывался бы я ни разу не делал такой черноплодку да грешен груши привал но это только бы больше не было так спасибо проворонил клеща да проворонил и так же как у нас проворонил когда восемь со съела тысячи я бы целиком на последний листик и это было так ребята мы практически закончили и нормально устали по делу я сегодня много говорил вроде по делу я затрагивал вопросы грандиозные которые должны заниматься наука вот да обязаны чтобы такие вот обыватели как на той самой вроде бы ну кто не смотрел вот это как называется передачи цисковицы забыл как называть ну вот они сидят люди и кто-то сказал умные нельзя убивать кто-то тут же он сдуру говорит давайте он учит как не пускать их на дерево чтобы как раз с тем же клещом некому было бороться вот понимаете такой среди же помогайте распространяйте эти ролики вот эти самые вот то что вы сейчас видите ссылки к вам приходят я вас просто умоляю помогайте я вас стал в одиночку бороться вот ну про косточки я сказал сейчас можно мне любые покупать косточки и семечки и слив чего угодно все есть ну со свежеложая цены буду поднимать это я выборю по семенам в два раза лучше сейчас все же прекрасно приживается а где наш мой друг Антон Колесников это же вы прислали в фотографии а всхожесть какая да ужас вот еще несколько человек а там были у вас поминами семечки были косточки были все было а счет пошел до сотни ладно друзья заканчиваем я вас после каждого такого я жду кто зашеду закажет ведь в течение недели приходит один максимум два заказа шанс ваш на шелковицу есть научитесь укоренять косточки можете с этого вебинара можете на моем канале найти специальные фильмы как укоренять ту же шелковицу где вот тысячи рублей вот получится раз два ну девять десять черенков наверное нарежете или из этих нет да если пять череночков тысячи рублей о еще друзья вам что скажу все кто вот эти пять мне оплатил вы все получите даже абакан вы все получите ускоренные посылки первым классом вот я бы мог на вас сэкономить простыми простыми посылками и друзья вот я заплатил по максимуму по пятьсот шестьсот рублей за пересылку вот и хитрить не стал и вы получите максимально короткий срок вы видите они там фактически свежие так упакованы вот и быстрее в сад быстрее укоренять и еще заказывать буду высылать весь июнь только я знаю что еще один-два заказа вот по условию еще два свежих фильма еще один-два заказа будут начальники шелковицы и будет но это такое чудо это такое чудо только почему-то меня слушают с каким-то равнодушием и никто не хочет это чудо повторить вот такие косточки никому не нужны все-все-все а то я что-то с агрозом начал а здесь да вы у себя купите саженцы вот они вот а потом выбросите давайте сами косточек черенков до свидания всех вам благ оттуда кто надумает черенки шелковицы последний рекорд поставил я ему сказал сколько вам надо пять черенков я говорю да по 200 тысяч рублей пересылка 500 ну и вы мне телефон привязан к карте сберу банка вот присылайте мне прямо сейчас по ватсаму по милиционеру адрес телефон через 5 минут пришел перевод и через 5 минут еще уже были нарезаны черенки вот и через час они будут уже в городе приходит именно помощница еще это было в 6 а в пол седьмого у нас от почта до 7 пол седьмого они были уже на почте а в 8 утра уже приедет машина под названием почтовая уже быстрее некуда до свидания друзья повторяйте этот ванер я с вами встречаюсь на сегодня до свидания Продолжение следует...